И в продолжение темы. Чтобы поддержать интерес молодежи к научно-исследовательской деятельности, в Чувашии ежегодно проводится более 200 различных мероприятий, в которых принимает участие десятки школ. Сегодня в лице номер два прошла научно-практическая конференция с участием представителей Роснано. Основывая в 1724 году Академию наук, Петр I даже не представлял, что спустя сотни лет российские ученые станут ведущими специалистами в различных областях, несмотря на многие трудности в развитии и становлении отечественной науки. Новое поколение ученых воспитывается и в стенах лицея номер два. Не первый год, в День науки, здесь проводится научно-практическая конференция. Понятно, что мы еще с вами до большой науки, может быть, не совсем доросли, но я думаю, вот те маленькие крупицы вашего пытливого ума, ваших очень, может быть, пока несложных исследований, которые вы проводите, они сыграют в свое время огромную роль в развитии науки в нашей России. Такие конференции для лицеистов – еще один шаг в сторону науки. Перспективы для них открываются не на словах, а на деле. За плечами победы в научных конкурсах, а впереди их ждут самые престижные вузы России. Уникальная система образования в лицее работает на результат. Мы построили за два последних года уникальную, не имеющую аналогов не только в стране и мире, работу со школьниками. Эта система получила высокую оценку известных деятелей образования, науки, культуры и бизнеса разных стран. Главное отличие системы от всех остальных – это тесное сотрудничество с высокотехнологическим бизнесом. Сотрудничество с Роснано уже оправдывает ожидания. В лицее знания сразу подкрепляются практикой. Это позволяет юным ученым-лицеистам развиваться в ногу со временем и продвигать свои идеи в жизнь. Александр Макаев и Михаил Мальцев всего за неделю создали лего-робота. Он без труда решает головоломку – кубик Рубика. Многие из нас не могут собрать у него и двух сторон. Вот просто мы увидели дома кубик Рубик несобранный и решили его собрать. Это оказалось очень сложным. У Миши был робот, который может это сделать. И мы решили написать программу и собрать кубик Рубик. Такие мини-роботы смогут стать основой для разработки более серьезной техники. Внедрение дистанционного управления – уже реальность. К примеру, этим роботом можно управлять с помощью мобильного телефона. Глядя на все это, несложно понять, что наше будущее зависит от новых технологий. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика.